Зангизурский коридор — единственное спасение, армяне о блокировке КПП Верхний Ларс в Армении столкнулись с ситуацией, которая стала естественным доказательством того, что открытие Зангизурского коридора не только выгодно армянам, но и жизненно важно для них. Как передает Дэй, Эйзи со ссылкой на армянские СМИ, армянские фуры оказались в блокаде на подъезде к Ларсу. Аташе по таможенным вопросам при посольстве Армении в России Арам Тананян сообщил, что уже два дня, когда дорога к МАП Верхний Ларс закрыта для грузовых и легковых из-за непогоды. С российской и грузинской стороны скопилось по 1,5 тысячу фур. Из них в среднем 20% армянские грузовики. Тем временем армяне начали понимать, что самая худшая ситуация останется неизменной, только больше машин будет скапливаться, по всей видимости в ближайшие несколько дней среди застрявших есть и гражданские лица, которые возвращались из разных городов России на родину. Подобная ситуация лишь в очередной раз доказывает, насколько выгодным для всего региона, в том числе и для Армении, является открытие Зангерзурского коридора. Но армяне все еще пытаются противиться этому, до сих пор слышны оппозиционные заявления в связи с этим проектом. Разблокировка коммуникации и открытие коридора пойдут на пользу и создадут большие возможности Армении, которой жизненно необходима разблокировка коммуникаций, хотя бы для обеспечения бесперебойного железнодорожного и автомобильного сообщения с Россией. Нынешние транспортные артерии, которыми они обладают, имеют определенные проблемы. Как мы видим тот же Северный путь, через Верхний Ларс на грузинской границе, доступен далеко не всегда, так как бывают проблемы в связи с климатическими условиями. Даже армянские железнодорожники отметили, что дорога через Нахчеван и Мегри была главной грузовой магистралью Армянской ССР в свое время. Теперь в Армении появился шанс воспользоваться этими возможностями и противиться открытию коридора совсем нелогично. В случае, если политическая составляющая Зангизурского коридора будет реализована, то все наши страны получат выгодную функциональную, а самое главное, стабильную транспортную артерию, которой они смогут на взаимовыгодных условиях пользоваться. В дальнейшем к этому коридору могут подключаться логисты из Казахстана, Туркменистана, регионов Российской Федерации. Все это дает уникальную возможность, которой не было на протяжении долгих 30 лет, и не воспользоваться этой возможностью было бы как минимум странно. Экономика Армении уже долгое время находится в мертвом состоянии из-за оккупации азербайджанских земель, которая продолжалась 30 лет. Сегодня, когда конфликт завершен и Азербайджан предлагает Еревану подписать мирный договор, Зангизурский коридор как раз и есть такая масштабная возможность для армян выйти из бедности, в которую их загнали предыдущие власти, и заработать деньги. Проблема лишь в том, что сегодняшний официальный Ереван в силу политической слабости не может правильно представить политической элите и населению информацию о целесообразности этого проекта. То ли боятся, то ли повторяют глупые ошибки бывших.